Совместные стратегические учения Запад-2021 Вооруженных сил России и Республики Беларусь пройдут 10-16 сентября 2021 года. Все свои предыдущие аналогичные военные акции на западном направлении в России называли стратегическими командно-штабными учениями. Теперь Запад-2021 определены как совместные стратегические учения, что подчеркивает их направленность прежде всего на практические действия армии России и Беларуси. Однако это лишь один из новых, но важных нюансов этих маневров, которые в своей основе традиционно несут непосредственную военную угрозу Украине и странам НАТО на Европейском театре военных действий. Подготовка к учениям вступила в завершающую фазу. Данные, поступающие позволяют осветить и проанализировать новые аспекты этих масштабных маневров. Они выделяют Запад-2021 от предыдущих таких учений и имеют новые угрожающие черты. На первый взгляд подготовка к учениям идет как обычно. Минобороны РФ сообщила, что совместные стратегические учения пройдут под руководством начальников Генштабов Вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации. В течение учений особое внимание планируется уделить борьбе с крылатыми ракетами и дронами, огневому и радиоэлектронному воздействию на противника, применению вертикальных охватов силами тактических воздушных десантов, быстрому переходу от одного вида действий к другому и созданию сложной, динамичной обстановки. Будут отработаны самостоятельные действия подразделений в отрыве от главных сил, проведение глубоких рейдов, охватов и обходов. Минобороны Беларуси сообщила, что учения будут разделены на два этапа. На первом этапе, трое суток, объединенным командованием региональной группировки войск Вооруженных сил Беларуси и РФ будут отработаны вопросы управления войсками группировки в ходе отражения агрессии против Беларуси, организации взаимодействия и обеспечения. На втором этапе, четверо суток, планируется отработать управление войсками в ходе восстановления территориальной целостности союзного государства. Практические действия штабов и войск в Беларуси пройдут на пяти полигонах, а именно, Абус-Лесновский, Брестский, Чебелево, Домановский, Ружанский и на одном участке местности в Гродненской области. Главная задача учений – отработать применение группировок войск и сил в интересах обеспечения военной безопасности союзного государства. В основу замысла Запада 2021 положен один из возможных вариантов эскалации военно-политической обстановки против условного государства. В ходе учений, среди прочего, будет отработано применение общих штурмовых групп на урбанизированной территории. Будет проверена готовность вооруженных сил двух стран к защите союзного государства и планируется массово применять авиацию в сложных условиях. Министр обороны Республики Беларусь Хренин заявил, что учения позволят отработать вопросы применения региональной группировки войск Беларуси и России, вопросы ведения армейских операций. Также в ходе учений будут отработаны применение общих штурмовых групп на урбанизированной территории, будет дана оценка новым и модернизированным образцам военной техники. Учения Запад 2021 отличаются от предыдущих таких учений следующим. Во-первых, названием типа учений их направленностью. Все предыдущие ежегодные стратегические учения такого масштаба назывались стратегическими командно-штабными учениями. А Запад 2021 называются общими стратегическими учениями, что подчеркивает их направленность в первую очередь на практические действия войск. Это может говорить о приближении к реальным военным действиям, а скорее, о попытке запугать потенциального противника. Во-вторых, имитацией открытости учений и скрытностью их в реальности. Министерство обороны РФ несколько раз сообщало о подготовке к учениям, но в самой общей форме, без подробностей. Например, 21 июля Минобороны сообщила о прибытии в Брест первого эшелона с войсками и техникой вооруженных сил РФ, но не указала, из какой части войска и что это за техника. Причину скрытности открыл командующий Западного военного округа Журавлев, который сообщил, что на совместных стратегических учениях Запад 2021 будет отработано скрытное развертывание войск. В-третьих, дезинформацией или подозрительным изменением планов. Например, 2 января Минобороны РФ сообщила о том, что в учениях примет участие общевойсковая армия Западного военного округа, а именно 20-е. А 9 июня пресс-служба округа сообщила, что это будут части первой танковой армии. Последние подтверждают другие сообщения, а также то, что в региональную группировку войск России и Беларуси входит от РФ первая танковая армия. Другой пример, 26 июля Министерство обороны России сообщило, что масштабные учения инженерных войск пройдут на 10 полигонах Западного военного округа, на реке Ака, и в Беларуси, и в учениях примут участие более 4,5 тысяч человек и до 650 единиц военной техники. А 27 июля Минобороны уже сообщила, что эти учения пройдут на 12 полигонах Западного военного округа, на реке Ака, и что там задействуют более 8 тысяч человек и до 1500 единиц военной техники. В-четвертых, попыткой России переориентировать страны шанхайской организации сотрудничества на противостояние НАТО. 28 июля на совещании министров обороны стран ШОС, Шойгу сделал заявление, для отработки действий по обеспечению военной безопасности на западных рубежах в сентябре проводим совместные российско-белорусские стратегические учения Запад-2021. Для участия в нем пригласили все страны ШОС. Эти учения носят исключительно оборонительный характер и не направлены против какой-либо страны или союза. При этом он отметил, что Россия никогда не призывала и не призывает к возрождению блочной идеологии и противостоянию по оси восток-запад. А в коммунике по итогам совещания было написано, выражая стремление к дальнейшему развитию сотрудничества между вооруженными силами, министры обороны поздравили приглашение российской стороны в адрес государств, членов ШОС принять участие в учениях Запад-2021. Но заявление Шойгу, это действительно призыв к возрождению блочной идеологии и противостоянию по оси восток-запад. Вопрос в том, как практически откликнутся страны Шанхайской организации сотрудничества на это предложение. И в-пятых, учения пройдут после окончания массовых протестов населения Беларуси против режима в стране. Поддержка Путина помогла Лукашенко удержать власть. Они станут дополнительной поддержкой режима и вкладом в создание союзного государства, а именно фактического поглощения Беларуси-России. По составу войск России на учениях Запад-2021 пока можно лишь судить примерно, по немногочисленным разрозненным сообщениям Министерства обороны, где данные изменяются как показано выше, по заявлениям военачальников РФ, и по данным независимых источников. Это войска Западного военного округа, преимущественно части 1-й танковой армии, в том числе 60-я бригада управления, 4-я танковая дивизия, 6-я отдельная танковая бригада, вероятно, 2-я мотострелковая дивизия, 27-я отдельная мотострелковая бригада, 288-я артиллерийская бригада, а также части 7-й десантно-штурмовой дивизии. В учениях будут задействованы силы Балтийского и Северного флотов, по заявлениям командующих этими флотами. Также возможно участие в формировании 76-й десантно-штурмовой дивизии и других соединений ВДВ, а также спецназа, 20-й общевойсковой армии, а именно 144-й мотострелковой дивизии, которая дислоцируется на границе с Беларусью, а также 16-го инженерно-саперного полка, формирований авиации и ПВО 6-й и других армий ВВС и ПВО, 16-й отдельной бригады РЭП и других формирований. В итоге, учения Запад-2021 будут отличаться от предыдущих стратегических учений, более агрессивной направленностью, на фоне обострения отношений между РФ и Беларусью с НАТО, имитацией открытости учений и скрытностью их в реальности, что объясняется отработкой тайного развертывания войск, дезинформацией или подозрительными изменениями планов, по составу войск задействованных в учениях. Попыткой России переориентировать страны Шанхайской организации сотрудничества на противостояние НАТО, путем приглашения их к участию в учениях, дополнительной поддержкой режима Лукашенко и вкладом в создание союзного государства, а по факту фактического поглощения Беларусь и России. А когда союзное государство будет создано, граница Украины с государством-агрессором увеличится на 1084 километра. Спасибо за просмотр. Всем мира и добра.